МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день ждет своих друзей в клубе по интересам. Антикафе «Биг Бен» на московском шоссе 20. Телефон 8-920-99-3-2-99. Здравствуйте! Мы рады вновь видеть вас у экранов телевизоров. В эфире программа «Калейдоскоп», так что устраивайтесь поудобнее и приготовьтесь к восприятию только позитивной информации. Конечно, главная тема этой недели – праздник Победы. Этой знаменательной дате было посвящено множеству самых разнообразных событий. В том числе и фотовыставка, открывшаяся во Дворце молодежи. С фотографий, развешанных на стенах выставочного зала Дворца молодежи, на нас смотрят добрые и внимательные глаза людей, прошедших Великую Отечественную войну. Чуть ниже – фотографии поменьше. Здесь они совсем молодые, и им только предстоит пройти все тяготы и ужасы войны, и сложности послевоенного времени. А это их самые яркие воспоминания, которыми они делились с фотографом и автором этого проекта Анной Шиловой, и знакомство с которыми сегодня доступно каждому из нас. Этот фотопроект посвящен ветеранам Великой Отечественной войны, но он более ориентирован на молодежь, потому что зачастую проводится очень много работы с молодежью, как правило, особенно перед 9 мая, но не всегда это преподносится правильно, может быть, молодым. Например, зачастую это какие-то даты, цифры, непонятные события, может быть, то, что для молодежи, может быть, не совсем понятно. В своем проекте я пыталась показать все это более доступно, простые истории человеческие, то есть минимум дат, минимум каких-то наград, максимум что-то такого простого человеческого, что даже дети могли бы понять. С первого ряда небольшого импровизированного зрительного зала на нас смотрят те же глаза тех же людей. Мы с легкостью узнаем в них главных героев этой фотовыставки, главных героев праздника Великой Победы. Сегодня они пришли сюда, чтобы выслушать слова благодарности, поздравления и посмотреть на итог работы, которую автор этого проекта вела на протяжении полугода. Она приходила к ветеранам и не только фотографировала их, но и пыталась вывести на простую человеческую беседу. Ее мало интересовали их медали, награды и стандартные рассказы о том, как и где они воевали. Она пыталась узнать истории, которые их тронули. Кому-то из них запомнилось что-то страшное, кому-то наоборот, что-то забавное, конечно, насколько это было возможно в условиях войны. На открытии этой выставки можно было не только прочитать эти истории, но и услышать их от ветеранов. Когда мы под Москвой находились, там был совхоз. Название его сейчас не помню. Но, в общем, там на полях была не убрана брюква. Ну, то есть не совсем чисто было выбрано. И мы вот в свободное время собрались, там, часть ребят, девчат, и пошли, ну, в общем, взять ее там, без разрешения, конечно, всего. Ну, только собрались с ними, что он брать. Сторож заметил. У нас и стал, выстрел даже дал, это все. Мы напугались и побежали. А у меня в кармане было зеркальце было. Ну, как оно выпало, я не заметила. И вдруг командир, когда мы пришли уже в часть, вызывает командир. Вы чего делали на полях? Брюква собирали. Ну, в общем, он нас ругал, но боялись мы очень. Нам было стыдно, во-первых. Во-вторых, ну, просил он нас по молодости, по неопытности. Таким образом, вот. Ну, голод не тетка. Нине Гавриловой было всего лишь 17 лет, когда началась война. Она вспоминает, как всем классам они пошли в военкомат. Хотели, чтобы их забрали в армию. Ну, нам сказали, а чего вы там можете делать-то? Давай мне еще надпотребить. Ну, и мы ушли, продолжали учиться. Потом, в 42-м году, открылись курсы радистов. Четырехмесячные курсы. И мы, 10 человек из класса, в общем, записались и учились, и ходили на эти курсы. И во время наших экзаменов, в четверг месяц, приехал представитель из Москвы. И им нужно было в авиацию дальнего следования, в бомбардировочную авиацию дальнего следования, радисты, 10 человек. И вот, шаг вперед, кто хочет. И мы так попали в армию, в подмосковь начали нас. Ну, а потом началась работа. Победу Нина Андреевна встретила в Венгрии. Тогда радости не было пределом. Она не говорит о том, что война и тяжелые послевоенные тяготы лишили ее радости молодости. Об этом никто из них не говорит. Их жизнелюбие меня просто поражает на самом деле. Эти люди, у которых, по сути, не было молодости, которые прошли через такие страшные годы. И, ну, что у них было хорошего в молодости? Это какие-то испытания сплошные. Но, несмотря на это, они до сих пор полны жизнелюбия, они оптимистичны, они бодры. И многие просто жалуются, что они уже физически не могут, они готовы просто в бой идти, делать что-то для людей. Вот это меня просто поражает. Потому что, ну, сейчас очень много депрессий, очень много, особенно среди молодежи, каких-то проблем. Все очень переживают по каким-то вопросам. А эти люди, которые видели на самом деле такие страшные вещи, они просто жизнерадостные. Они радуются тому, что у них есть хлеб и крыша над головой, и все. На этой выставке представлено 20 фотографий, 20 открытых лиц, 20 историй долгой, сложной жизни. Каждый год они уходят от нас. И нам нужно ценить каждый день, который мы можем провести рядом с ними. И вспоминать об этом нам следует не только в День Победы. Не остался в стороне от Великой Даты и Рязанский Кремль. В его стенах любой желающий может познакомиться с хроникой одного из первых сражений Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года в 4.15 утра фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. И первый удар приняла Брестская крепость. Пожалуй, каждому в нашей стране известен подвиг тех, кто стоял до конца тогда, в 41-м. Гарнизон крепости оказался отрезанным от основных частей Красной Армии, но в памяти потомков остался под именем Бессмертный, благодаря мужеству и доблести защитников. По немецкому плану должны были захватить Брестскую крепость всего лишь за один день. 22 июня 1941 года, как мы говорим, ровно в 4 часа. Здесь есть очень интересная фотография удивительного экспоната, который хранится в музее. Это будильник, часы которого остановились именно в самый момент начала Второй мировой Великой Отечественной войны. 7 мая, накануне Дня Победы, в малом выставочном зале Дворца Олега открылась выставка фотодокументов, предоставленных мемориальным комплексом «Брестская крепость-Герой». Здесь 23 планшета, но на этих планшетах 230 фотографий экспонатов, которые хранятся в музее «Брестская крепость». Ну, естественно, что начинается история с далеких времен, потому что город Брест – это действительно древний город Брестской земли и всей Белорусской земли. Первое упоминание об этом городе в летописи 11 века назывался этот город тогда Берестье. Посетители выставки смогут ознакомиться с хроникой одного из первых сражений Великой Отечественной войны, чтобы вспомнить о людях, которые в невыносимых условиях боролись с противником, несмотря на превосходство в силах. Экспозиции «Брестская крепость. Дорогами памяти» музей-заповедник продолжает плодотворное сотрудничество с белорусскими коллегами. За последние три года это уже четвертая выставка из Белоруссии в Рязанском Кремле. Но, конечно, не все культурные события вращаются вокруг 9 мая. Так, 6 числа в Театре драмы состоялась премьера спектакля «Приглашение в замок». В атмосферу игры и карнавала, которые царили в этой постановке, окунулась и наша съемочная группа. Последние приготовления на сцене подходят к концу. Последние зрители заходят в зал. И вот начинается долгожданная премьера. Сегодня мы все приглашены в замок госпожи Демерморт, где полным ходом идут приготовления к балу. В его ожидании кто-то сгорает от любви, кто-то от любопытства. Девушки подбирают себе наряды, а в это время один из племянников хозяйки замка плетет коварную интригу. Его цель – разрушить отношения брата-близнеца, похожего на него внешне, но не внутренне, и его богатой невесты. Конечно же, причины этой интриги стары как мир, любовь и деньги. Именно об этом и была написана в 30-е годы 20-го века пьеса Жанна Ануэ «Приглашение в замок». Он прекрасно пишет, и у него всегда такие очень сложные пьесы. Они сложные с точки зрения психологии, с точки зрения построения. Мне хотелось взять что-то для отдыха зрительского, с одной стороны, но с другой стороны, чтобы все-таки было над чем, как бы, может быть, где-то поразмышлять и за чем следить. И оно и для этого идеально подходит. Наверное, каждый после просмотра этого спектакля задумается о чем-то своем. Ведь, как известно, драматург пишет одно, режиссер ставит другое, артисты играют третье, ну а зритель видит что-то свое. И это нормально, потому что театр – это синтетическое искусство, этот синтез происходит не только внутри, да, то есть артист, декорация, режиссер, драматург. Ну и, конечно, все это мы делаем для зрителя, потому что театр без зрителя существовать не может. Зритель – это главное действующее лицо в нашей работе. Поэтому, в принципе, я думаю, что думать тут можно о чем угодно, но сама история, ну, такая весенняя, любовная, мне кажется, у нас очень удачное время выпуска. Хотя, конечно, я понимаю, что большинство наших потенциальных зрителей сейчас уехали на дачи и на шашлыки, ну и пусть им там будет хорошо, они посмотрят в следующем сезоне, я надеюсь. Вот, но тем не менее, то есть все равно история каких-то взаимоотношений человеческих, она никогда не теряет актуальность. Конечно, в ходе постановки спектакля, как признается режиссер, возникали определенные сложности. Во-первых, пьесу пришлось грамотно сократить, так как в полном варианте спектакль длил всего более трех часов. Ну, а во-вторых, были и чисто технические сложности, связанные с декорациями к спектаклю. Возник вопрос, как создать на сцене залы роскошного замка. У нас очень хороший художник Михаил Кукушкин, московский художник. Я с ним работаю не первый раз, но на рязанской сцене у него будет дебют. У него очень интересная декорация, с моей точки зрения. Мы взяли такой принцип Мулен-Руш. Перед нами должен был быть замок, ну, замок госпожи Демерморт, потому как, собственно, пьеса и спектакль называются «Приглашение в замок». Но мы решили пойти немножко по другому пути с Мишей, потому что нам показалось, что у бесконечно богатых людей, ну, какая-то, скажем там, двухсотая комната в замке может быть отделана под Мулен-Руш. И в этом стиле кабаре мы работаем, ну, весь первый акт точно. Временами приходилось не просто и актерам. Так, например, Юрию Борисову, сыгравшему старого еврея-банкира, его роль невероятно пришлась по душе. Но вот с созданием внешнего образа возникли определенные трудности. Я долго искал грим, было трудно. Все-таки это, он говорит, я старый, некрасивый еврей. То есть тут важно было немножко, я уж надеюсь, что я не такой некрасивый и не совсем старый, вот, ну и совсем не еврей. Но, тем не менее, мне хотелось вот что-то сделать. Мы вот, у нас замечательный художник-гример Елена Худобородова, мы придумали долго, тоже искали наклейку на нос и какие-то вот такие небольшие детали, которые бы давали все-таки национальность. Там важен национальный колорит, потому что все время говорится о том, что он еврей. Вот, и еще я сам уже вставил слова на идиш. Образ, созданный актером, получился ярким и незабываемым, как и сам спектакль. Здесь было все – и необычные декорации, и великолепные костюмы, и даже зажигательные танцы. Театр, особенно подобные спектакли – это прекрасный способ и отдохнуть, и отвлечься от повседневности, окунувшись в атмосферу игры, маскарада и хитросплетений человеческих судеб. Вот такая картина культурной жизни города сложилась в нашем калейдоскопе на этой неделе. Мы поздравляем всех, особенно ветеранов, с праздником Великой Победы. Здоровья вам и низкий поклон за ваш подвиг. Ну а мы прощаемся до следующей недели. Всего вам самого доброго. До встречи. Каждый день ждет своих друзей в клубе по интересам. Антикафе «Биг Бен» на Московском шоссе 20. Телефон 8920-99-3-2-99. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова